Здесь 9 месяцев холодно и темно, а летом солнце не заходит за горизонт. Добраться сюда уже целое приключение, но это стоит сделать, чтобы пройти по маршрутам Крайнего Севера. Крайнего Севера Наше путешествие начинается в Норильске, поистине уникальном городе. Разве можно было сто лет назад представить себе город за полярным кругом, построенный на вечной мерзлоте? Однако смельчаки нашлись. В 1921 году здесь обнаружили огромные запасы медно-никелевых руд. С этого момента и началась история города. Тогда в нем жили только 59 человек. Спустя чуть больше века – почти 200 тысяч. Первые промышленные объекты и жилые дома строили заключенные Норильлага, входившего в систему ГУЛАГ. Такую масштабную стройку в арктических условиях в те времена невозможно представить без жертв. Им посвящен мемориальный комплекс «Норильская Голгофа». Он построен в 90-е годы по инициативе местного музея в так называемом «старом городе». Мы хотим связать вот эту историю прошлого нашего города с современным норильчанином. То есть такой разворот, наверное, в социальную антропологию, потому что мы – особое место. Первый дом Норильска сейчас стоит в центре города. Его перенесли сюда с так называемого нулевого пикета, чтобы сохранить памятник от деформации. В народе его ласково прозвали «домик-первенец». Внутри избы – мебель и утварь 20-х годов прошлого столетия. Здесь легко представить себе быт изыскателей того времени, почувствовать себя геологом и прикоснуться не только к истории, но и к руде. Историю Норильска можно проследить по его главной улице – Ленинскому проспекту. Здесь и сталинки в стиле советского ампира, и хрущевки, и современные девятиэтажки. Здание центральной части из старого города напоминают Санкт-Петербург. Это неудивительно, ведь их проектировку курировал Витольд Непокайчицкий, приехавший из Ленинграда и вдохновленный архитектурой северной столицы. «У нас всего два города на полуострове – это Норильск и Дудинго. Между ними располагается единственная автодорога протяженностью около 100 километров. Мы самый по численности небольшой город, а по площади достаточно крупный, потому что видите, где Снежногорск, и это тоже наш район. Сюда можно добраться только вертолетом». От истории к современности. Следующая наша точка – полуарт-резиденция. Это филиал музея Норильска. Креативное пространство существует 7 лет. Здесь у каждого есть возможность проявить свои таланты. Сейчас в полуарте работает экспозиция с работами норильчан, которые они написали под руководством художника из Екатеринбурга Владимира Селезнева. «Это самый свежий и последний проект резиденции марта этого года. Художник в поиске новой мифологии Норильска решил предложить норильчанам вместе пофантазировать на тему, кто мог бы жить в норильских суббобах». Искусство в этом городе ценят и разбираются в нем. Но прежде всего Норильск – промышленный город. Участников обзорной автобусной экскурсии заинтересовали многочисленные трубопроводы вдоль норильских дорог. Но даже не все местные в курсе, что течет в этих трубах. Есть семь специальных труб, по которым движется поток пульпы. Это измельченная руда, которую с бешеной скоростью отправляют по пульпопроводам на медные и надежницкие заводы. Добывают пульпу в рудниках. Один из таких – рудник Каирканский из самой известной его шахты Ангидрид. Мы находимся на глубине 80 метров. Это примерная высота 25-этажного здания. Здесь на Ангидриде добывают минералы и осадочные породы для закладочного бетона, которые используют для заполнения пустот в выработках рудников Норильского промышленного района. Вот местная достопримечательность. На одной из погрузочно-доставочных машин Ангидриде красуется автограф легенды хоккея Павла Буре, который пять лет назад побывал в шахте и попробовал себя в роли машиниста. Кто увлекается хоккеем, это наша русская ракета. И он проходил обучение на наши погрузно-доставочные машины. Ну и в качестве презента нам оставил данную розыск. В Норильске шесть рудников – Таймырский, Октябрьский, Комсомольский, Скалистый, Маяк и Заполярный. Самые крупные – Октябрьский и Таймырский. Их общая площадь больше площади московского метро. Помимо подземного способа добычи ископаемых, применяется и открытый, в карьерах. И следующая точка нашего маршрута – карьер Медвежий ручей. Мало кто знает, что в те времена была изобретена местная взрывчатка, ключевым ингредиентом которой являлся мох. Сейчас для взрывных работ используют современные разработки. Но во времена дефицита в ход шло все, ведь именно здесь добывали руду для создания боевой техники советской армии. Карьер Медвежий ручей существует более 75 лет. И здесь можно найти все металлы таблицы Менделеева. Глубина карьера около 400 метров. Это воображаемая вертикаль от верхнего уровня бортов до нижней точки. В настоящее время в карьере добывают около полутора миллионов тонн сульфидных медно-никелевых руд в год. В том числе один из самых дорогостоящих металлов – палладий. Килограмм этого сырья стоит около 4 миллионов рублей. Палладий используют для производства клемм и проводов, которые используют при производстве смартфонов, телевизоров и компьютеров. Чтобы хорошо работать, необходимо хорошо питаться. Поэтому в Норильске помимо производственных предприятий есть пищевые комбинаты, которые выпускают хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, полуфабрикаты. Мы отправляемся на заполярный пищевой комбинат. Сначала фарш измельчают до колбасного состояния. Далее его упаковывают в искусственную оболочку. А уже потом эта колбаса станет либо вареной, либо копченой. Все строго по ГОСТу. На заполярном пищевом комбинате производят около двух тонн вареников в сутки. А колбасные деликатесы – самый популярный презент для родственников норильчан, живущих на материке. Вообще более потребляемые у нас, как обычно, это юкола и сыровяльные колбасы из оленины. Так как сейчас начинается отпускной сезон, люди берут это в подарок. Мясо оленя считается чище и полезнее говядины или свинины из-за особого рациона питания и образа жизни животных. Как же живут северные олени? А живут северные олени в тундре, куда едем сейчас и мы. Это настойбище «Харп» находится неподалеку от дудинки. «Харп» в переводе с ненинского – «северное сияние». Это самое колоритное и подходящее место для того, чтобы увидеть, как ведут быт коренные жители севера и познакомиться с северными оленями. Природа Арктики по-настоящему удивительна и уникальна. Только у нашего дикого оленя круглый год в стаде хоть у кого-нибудь есть рога. Самцы сбрасывают свои рога осенью, в то время как у самок они только появляются. Владельцы этих оленей – семья Леонида Венга. Живут они здесь постоянно. Летом, в чумах, зимой привозят балки сани, обтянутые шкурами оленей. В среднем на каждый такой балок уходит около 80 шкур. К слову, шкура оленя – ключевой промысел оленеводов. Из нее делают все – жилища, нарты и чумы, одежду. И неспроста, ведь шкура оленя уникально. Волос оленя полый. Если посмотреть на него под микроскопом, то он будет напоминать трубочки. Это позволяет оленю не замерзнуть в минус 60 и выжить летом, так как это позволяет отлично плавать в длинных водоемах. Интересен и быт коренных народов Севера. У ненцев обязанности между мужчинами и женщинами в семье четко распределены. Они разве что оленеводством и воспитанием детей занимаются вместе. В остальном у каждого свой круг задач. Она должна приготовить вовремя еду. Когда мужчина ловит оленей, она вовремя должна побежать и указать на того оленя, который нужно поймать. Женщина еще… То, что дом, это на ней все. Нарты строим, ездовые, новые луны, рыбалкой. С этностойбища никто не уйдет голодным. Нас угостили местным лакомством – строганиной. Это свежая замороженная рыба. Идет тоненько. На Таймыре живет несколько народов – Далгане, Эвенке, Нганасаны, Ненцы. Знакомиться с ними мы отправились в Дом культуры в Дудинке. Здесь встречают гостей с огоньком. В прямом смысле этого слова – с помощью огня и оленевого жира коренные жители задабривают духов. Дуба огну, оленевый жир. Сейчас кто хочет участвовать в этом обряде, пожалуйста. Поучаствовали мы и в традиционном очищающем обряде Далган. Чтобы все плохое, все болезни, все ненаски, которые накопились у вас, взлетели вместе с дымом. Далгане – аристократы Таймыра. Их костюмы отличаются красочностью, вышивками из бисера, этническими узорами из разноцветной ткани. По парке можно определить не только благосостояние семьи, но и статус. К примеру, если на поясе у девушки сзади две серебряные полоски, то это означает, что она замужем. Далган на Таймыре насчитывают около 6 тысяч человек, а вот ненцев почти в два раза меньше. Но они не менее гостеприимны. Это традиционные обереги ненцев, которые делали старшее поколение – мамы и бабушки для своих детей. Они делались с помощью клювов уток, гусей и лебедей. А мы сегодня сделали вот такой вот замечательный оберег из рога оленя. Меньше всех на Таймыре насчитывают эвенков. Их на полуострове около 300 человек. Эвенки – ценители белого оленя, который, по легендам, охраняет народ от злых духов. Вот мой дедушка, хукачар, он любил всегда, запрекал белых оленей. Одежда у него была из кур белого оленя, покори были белые, шанки такие. Именно эвенки первые оседлали дикого оленя, но их традиционный оберег – лапка Гагары. Представители этого народа верят, что именно Гагара – прародительница земли и хранительница семейного очага. В завершении третьего дня нашего путешествия мы побывали на побережье Енисея и посмотрели на работу Дудинского морского порта. Это единственный в мире морской порт, чьи причалы подогреваются и никогда не замерзают. И даже зимой здесь кипит работа. Субтитры создавал DimaTorzok Самая дальняя точка нашего маршрута – плато Путорана. Добраться сюда можно только на вертолете, и только пилоты решают, приземлимся ли мы. Местность опасная для долгих остановок, погода нередко вносит свои коррективы. В переводе с эвенкийского плато Путорана означает «страна озер с крутыми берегами». На такой берег мы и приземлились. Мы сейчас находимся на территории государственного природного заповедника Путоранский. А именно на Иркиндинском водопаде. Но водопадом он станет летом. Сейчас, можно сказать, это ледопад. В Палеозойскую эру, когда был лишь один суперконтинент Пангея, на плато Путорана происходила вулканическая активность. Более 90% всего живого мира той эры погибло. Спустя несколько тысячелетий активность прекратилась. Вулканы потухли, лава застыла. Плато превратилось в природный заповедник. По количеству колец на пнях деревьев многие могут узнать возраст растения. Практически так же на горном массиве плато Путорана. Но только одно кольцо здесь означает не один год, как на деревьях, а одну тысячу лет. Фауна заповедника разнообразна. На территории можно встретить полярного волка, зайца, медведя, горного барана и лося. Мы провели на плато не больше часа. Приказ экипажа – пора возвращаться. Едем в Музей строительства и развития Норильской железной дороги. Станция Норильская-1 располагалась. Первая станция Норильская. По настоящее время движение в майоровых составах осуществляется по разгрузке руды, по доставке на нулевой пике. Если посмотреть на карту Красноярского края, то можно увидеть отрезок между Дудинкой и Норильском. Это артерия и есть самая северная железная дорога в России. Основной промышленный поток идет именно по рельсам. Более 15 миллионов тонн различных грузов в год, более 300 километров развернутой длины путей. Чтобы железная дорога всегда была чистой, в 40-х годах прошлого века инженер Михаил Потапов придумал альтернативу ручной очистке железнодорожных путей. Он разработал систему деревянных снегозащитных щитов. На данной фотографии щит показан, который позволяет ветру пройти под этим щитом и как железной метлой смахнуть снегономет с железной дороги. Около железнодорожного музея расположены самые крупные его экспонаты – передвижные составы. Один из них – автоматриса служебная АС-1, 60-го года выпуска, или красная дрезина. Она возила самые важные для предприятия грузы. Необходимые производственные вопросы удаленно решались путем перемещения важных руководителей на красной дрезине. Даже зарплату возили. Большое количество осадков в зимний период и вечная мерзлота позволили построить и обслуживать железную дорогу только в пределах населенных пунктов. К слову, по этим же двум причинам в Норильске нет еще кое-чего, к чему привыкли все жители материка – свежих овощей с огородов. Вырастить здесь растения можно разве что в специальных теплицах. Одно угадали. Давайте дальше. Укроп. Укроп. Похоже на укроп, но не укроп. А вот это? Проверить свои знания в ботанике и увидеть, как из зернышка вырастают укроп, петрушка или салат, можно в Норильских теплицах. Ежедневно в магазины города отсюда поставляют не менее 800 горшков зелени. Этот замечательный сорт салата называется «Гоген». Он у нас на сортоиспытании. Очень красивый салат с темной окраской листа. Уходит он здесь в красноту, то есть относится к красному типу салата. Ну а нам пора двигаться дальше. Талнах – один из районов Норильска. Это место богато не только рудниками, но и своей природой. Именно там начинаются от роги плато Путорана. Гора отдельная, а в ней ущелье – красные камни. Излюбленное место туристов и местных жителей. Там не бывает пусто ни летом, ни зимой. Вот и в этот раз в ущелье мы встретили скалолазов и любителей эндуро и снегоходов. Удивительное место красные камни говорит само за себя. Дело в том, что в красных камнях содержится очень большое количество металлов. Позади меня водопад, который сейчас называют Ледопадом. Высота его составляет около 15 метров. И опытный скалолаз преодолевает эту дистанцию примерно за 15 минут. Кстати, красные камни – это не только горные ущелья, но еще и название аромата у норильского парфюмера Алексея Болточева. Есть также «Северное сияние», «Енисей», «Тундра» и «Таймыр». Его надо добавить 0,5 грамма, это примерно 1 пепетка. Обнуляем мясы, откручиваем крышечку. Еще один уникальный норильский мастер – Нина Федотова. Девушка отвечает за гастрономический туризм. Она создает арктическое мороженое с углем, олениной и юколой. Сейчас жители уже привыкли к мысли, что есть мороженое с мясом. И все большему числу людей хочется его все-таки попробовать. То есть изначально это было такое отторжение сомнений и отрицания, а сейчас скорее это интерес и восторг после дегустации. Мы исследовали Заполярье в течение пяти дней, но прошли лишь малую часть его маршрутов. Бескрайняя тундра, поразительная природа, современный промышленный город с богатой историей и уникальная культура коренного населения. Каждому путешественнику здесь предстоит совершить немало своих открытий. Отправляйтесь в Арктику, она сможет вас удивить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok